Чемпионат Казани Чемпионат Казани Чемпионат Казан Чемпионат Казани 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 КФУ не увенчивается успехом. Динамовцы проводят красочные комбинации в зоне соперника. Некоторые из них завершаются голом. К концу второй 20-минутки на табло горят безнадежные 12-0 в пользу казанского «Динамо». В третьем периоде команда КФУ пытается хоть как-то вернуться в игру и даже забрасывает одну шайбу. Но этот гол никак не отражается на конечном результате. 14-1 по итогам матча. У тренера сборной федерального университета еще есть время, чтобы отладить игру своей команды. К сожалению, показать все свои возможности у нас не получилось. Но эта игра была больше полезна для того, чтобы наиграть всякие связки и почувствовать лед. В следующей игре стараемся показать больше результатов. Сергей Песцов, Эльвина Габайдулина, Александр Фирсов. Неделя спорта. В студенческой регбиенной леге начинается развязка первого тура. Казалось, что после первой половины игр все и так стало понятно и места в турнировой таблице особо не поменяются. Однако все интересные матчи оставляют под конец. Наша съемочная группа отправилась на стадион Тулпар, где и посмотрел все эти матчи. И готова прямо сейчас рассказать вам о первом туре, о том, как он завершился в студенческой регбиенной лиге. Одержав две победы в первых матчах нового сезона студенческой регбиенной лиги, сборная Казанского высшего танково-командного училища продолжает свое шествие к очередному трофею. На этот раз танкисты не оставили шансов в сборной аграрного университета, обыграв их со счетом 19-5. А также команде из Академии спорта, сухую вырвав победу со счетом 43-0. В средней части турнирной таблицы активную борьбу между собой вели сборные Казанского химико-технологического института, Казанского государственного архитектурно-строительного университета и Казанского авиационного института. Обыграв первой частью только сборную Казанского федерального университета, технологи растеряли шансы зацепиться за четвертое место, отдав первый матч архитекторам со счетом 5-26 и сборной КАИ со счетом 12-26. В очном же противостоянии икаистов и архитекторов сильнее оказались представители авиационного института. Ни разу за матч архитекторы не смогли довести свои попытки до конца. Счет в матче 28-0. Говоря о Казанском федеральном университете, который вел борьбу в нижней части турнирной таблицы, первый матч продолжил череду неудачных выступлений. 17-0. Именно с таким счетом игроки Казанского государственного энергетического университета обыграли федералов. Чтобы занять восьмое место, надо было обыгрывать медицинский университет. С этой задачей сборная КФУ справилась уже без особых проблем. Пропустив всего одну атаку в свою сторону, далее игрокам медицинского прохода не было. Матч закончился со счетом 27-5. На что нужно сделать упор во время следующих тренировок? Защита. У нас слабо отработана защита. Состав не сыгран новый, поэтому защиту нужно только потянуть. Казанский федеральный университет останавливается на предпоследнем месте в турнирной таблице, опережая только сборная медицинского университета. Лидирующую строчку после первого тура заняли игроки Казанского высшего танково-командного училища. Среди женских команд лидирующую позицию в турнирной таблице заняла Академия физической культуры, спорта и туризма. Успешно обыграв своих соперников из медицинского университета со счетом 41-0, академики обыграли и авиационный институт со счетом 17-5. В матче между Казанским авиационным институтом и энергетическим университетом девушки из Каир разгромили своих оппонентов со счетом 46-0. Заслуженно занял третью строку таблицы медицинский университет. Игроки одержали победу над КГУ со счетом 17-10. Победа в первой части тура привела Энерго к четвертому месту. За ними в турнирной таблице последовали технологи. На это повлияли два поражения в первом матче, а также победа со счетом 5-10 над Аграрным университетом. К слову, Аграрный университет позволил себя два раза обыграть в первом матче. Даже победа над КФУ со счетом 5-0 не помогла избежать последнего седьмого места. По одной победе в каждом матче, в том числе и успех над КХТИ со счетом 15-10, перевели федералов на шестую позицию турнирной таблицы. Пас вперед, когда некому пас дать, потому что все стоят за километр от тебя, и рядом реально некому пас отдать. Кричишь, они ничего не слышат на команде, ну, в смысле, на поле. И все. Так, самые типичные ошибки, потому что большинство наших девочек первый раз играют. Первый тур студенческой регбийной лиги подошел к концу. В следующий раз команда встретится уже в ноябре. Адельна Акберова, Анжелика Степанова. Неделя спорта. Продолжается спартакиада первого курса Казанского федерального университета. На этот раз борьба переместилась в спорткомплекс «Бустан», где сильнейшего выявляли в таком виде спорта, как мини-футбол. Эльвина Губайдульна подробнее расскажет о ходе этого турнира. Спартакиаду первого курса Казанского федерального университета можно с легкостью назвать мини-кубком КФУ-2019. По накалу борьбы, количеству голов и тому напряжению, что было в это воскресенье, в спортивном комплексе «Бустан» можно сделать такие выводы. Однако, если сравнивать кубок КФУ со спартакиадой, то многие фавориты остановились уже на стадии 1-4 финала. Институт физики проиграл эконома со счетом 4-2. Юридический факультет пропустил вперед по турниру Институт международных отношений. Набережный Челнинский институт проиграл геофаку 6-0. Таким образом, квартет сильнейших составили международники из ИМО, эконом, геологи и сборные института вычислительной математики и информационных технологий. Первый полуфинал – эконом против геологов. Достаточно равная игра в обе стороны. Самые настоящие качели. Геофак забивает, потом вытаскивает из своих ворот. В основное время победителя не выявили, а в серии пенальти сильнее оказались экономисты. За второе место в финале боролись международники и математики. И здесь все пошло по такому же сценарию, что и первый матч. Только голов в два раза меньше. 1-1 в основное время и победа ИМОшников в серии пенальти. В финальном матче борьба была максимально агрессивная. Сборная экономистов пыталась выходить на классе через комбинации, а ИМОшники отключили у себя инстинкт самосохранения и неслись под мяч на полной скорости. Как итог, матч останавливался несколько раз из-за жестких столкновений, которые на повторе выглядят как обычные игровые моменты с очень хорошей актерской игрой футболистов. Такая тактика помогла Институту международных отношений пошатнуть собранность экономистов и забить победный гол под занавес в матче. 1-0. Институт международных отношений чемпион в мини-футболе среди первокурсников. Ильвина Губайдульна, Роман Полинсков, Неделя спорта. Теперь переходим к Кубку университета по мини-футболу. На этот раз на площадке встречались сборные инженерного института и Института вычислительной математики и информационных технологий. Кто завоевал третью путевку в четвертьфинал, уже узнаете прямо сейчас в нашем традиционном обзоре. В прошлом розыгрыше Кубка обе команды прошли в четвертьфинал. В этом году одной из команд придется закончить турнир уже сразу. Инженеры или математики? Ответ на этот вопрос раскрылся за 40 минут игрового времени. Первые минуты матча прошли без каких-либо опасных моментов. Обе команды присматривались друг к другу и ждали своего момента, чтобы поразить ворота. Но в середине первого тайма все изменилось. Не в лучшую сторону для инженеров. Сначала на контратаке Руслан Бектемиров пушечным выстрелом под перекладину выводит их в мид вперед. А после начался разгром инженеров из серии четырех голов подряд. Сначала Бахтияр Абдулав удваивает преимущество. Следом отличается Владислав Хабибуллин. Потом Артур Курсанов делает счет 4-0. И позже дубль на свой счет оформляет Руслан Бектемиров. Первый тайм закончился со счетом 5-0 в пользу Института вычислительной математики. И все понимали, что инженеры уже не спасут игру. Но был вопрос, смогут ли они сократить свое оставание до минимума. После перерыва сборная инженерного института все же смогла навязать борьбу своему сопернику. Всячески пытаться сократить счет матчей. И в конечном итоге им удалось это сделать с пенальти. На 28-й минуте матча Шариф Абдулазада не оставил шансов вратарю и размочил счет. Через несколько минут был назначен еще один пенальти в вороты и в мид. Но на этот раз Дамир Гарипов смог выручить свою команду. Вскоре математики снова начали доминировать. И поразили ворота инженеров еще два раза. И сделал все это один и тот же игрок. Муханад Алхузани. Конечный счет 7-1 в пользу Левмита. События матча были похожи на чемпионат мира по футболу между Бразилией и Германией. Индентичный матч и по счету, и по сюжету. Теперь Институту вычислительной математики и информационных технологий остается ждать своего соперника. Противостояние между юридическим факультетом и Институтом управления экономики и финансов, который сыграет 24 ноября. А следующий матч пройдет 6 ноября, где встретится сборная Химического института и Института математики и механики имени Лобачевского. Ильвина Губайдульна, Владислав Кузора, Неделя спорта. Итак, Неделя спорта у нас продолжается. И сейчас у меня в студии появляется главный судья Кубка университета по мини-футболу 2019 года Казанского федерального университета Максим Гаврилов. Макс, я рад тебя видеть у нас в студии. Добрый вечер. Добрый вечер. Обсудим матчи Кубка КФУ, которые у нас уже прошли. Это три матча. Начнем с самого последнего, который был у нас недавно, по горячим следам, так сказать, вспомнить. Один из скучнейших матчей по версии зрителей, но счет противоположен 7-1. Это Институт вычислительной математики и информационной технологии и Инженерный институт. Как он тебе? Ну, я бы не сказал, что самый скучнейший матч. Да, счет разгромный, много забитых мячей, но почему зрители, собственно, считают этот матч скучным? Первые два матча Кубка, наверное, уже приучили зрители к большому накалу борьбы, страсти. Много фолов, много и футбола, и борьбы. А в этом же матче Института вычислительной математики и информационных технологий и Инженерного института все-таки уже, по сути, в первом тайме все стало ясно. И от этого, собственно, зрители, наверное, немножко заскучали. А так Инженерный институт боролся, в принципе, до последней минуты. В них были определенные шансы. Ну, здорово сборная Евмита играла в обороне. Где-то выручал вратарь, где-то не хватило удачи Инженерному институту. А Институт вычислительной математики и информационных технологий реализовали практически все свои шансы в атаке. Что, собственно, и привело к такому счету. Хорошо, перейдем ко второму матчу, который у нас был. Это Институт физики, Институт геологии и газовой технологии. Третий раз подряд эти команды встречаются на одной и той же стадии. Третий раз подряд геологи не могут пройти. Ну, матч, в котором было много борьбы, удаления. Два удаления абсолютно, в принципе, не нужно. Глупое удаление обоих игроков. Первое, это, естественно, за грубость, так как лететь ногами вперед во вратаря нельзя. Можно нанести травму. А вратарь физиков, ну, просто, по сути, за длинный язык получил две желтые карточки. Зачем? Для чего? Следующий матч он пропускает. Что касается игры, несмотря на крупный счет, игра была равной и просто в конце физикам удалось реализовать свои шансы. Помогло, конечно, удаление, они его реализовали, забив первый гол. У геологов же, ну, просто какое-то катастрофическое невезение при завершении атак. Что это, недостаток мастерства или от них отвернулась удача, я не знаю. Посмотрим это в дальнейшем, как они будут реализовывать свои моменты. Но, если вспомнить игру по игре, по голевым моментам, наверное, геологи были даже ближе к победе. Этис сможет навязать борьбу физикам, потому что у Этиса, на самом деле, можно сказать, ну, легкий соперник оказался в 1-8 финала, который тоже смог им навязать борьбу, счет 4-4 в основное время был. Ну, смотря как Этис подойдет к 1-4 финала, если они начнут так же, как с Институтом психологии и образования, то, в принципе, могут и не навязать борьбу. А если все-таки соберутся, начнут играть в футбол действительно, то фаворита в этой паре я бы не стал выделять. То есть у Этиса есть опытные игроки, есть хорошие игроки, тот же, все 4 мяча у них забил один и тот же игрок. Это было экспертное мнение нашего гостя, главного судьи Кубка университета по мини-футболу 2019 года Казанского федерального университета Максима Гаврилова. Макс, тебе большое спасибо за то, что пришел. Спасибо вам. Успехов тебе отсудить дальше матчи, чтобы не было никаких спорных моментов, не было никаких драк и так далее и тому подобное. В общем, успешно довести кубок до конца. Спасибо. Ну и на этом все. Вот такая у нас выдалась неделя спорта. Что будет дальше, посмотрим. Большое всем спасибо за внимание. Увидимся с вами, друзья, не через неделю, а через две недели. Обязательно приходите к нам и смотрите нашу замечательную программу. На этом все. С вами был Роман Полинсков. Программа «Неделя спорта». Еще увидимся. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»